В московской полиции утверждают, что на оппозиционном митинге в Москве 12 июня возможны провокации. Правоохранители предупреждают всех, кто собирается в понедельник на проспект Сахарова, о необходимости соблюдать закон. Для обеспечения безопасности на митинге будут применять камеры, распознающие лица. Подробнее об этой технологии расскажет Юлия Шустрая. Своего рода всевидящее око поможет полицейским поддерживать порядок на улицах во время грядущих праздников. К 12 июня, Дню России, места торжества, главные митингов оборудуют новой разработкой – камерами с возможностью определения лиц. Так что если кто-то и нарушит порядок, то умная техника сразу выявит этого человека. Кстати, после апробации на мероприятиях аппаратуру не уберут, а ставят в помощь полицейским. На мой взгляд, систему такую нужно эффективнее внедрять, учиться ей пользоваться и применять ее. Все должны чувствовать себя спокойнее. Да, мы будем контролировать ситуацию в полном объеме, мы будем лучше видеть всех тех, кто приходит к мероприятию. Для нас важно, чтобы по возможности меньше было провокации. Под внимание камер попадет и маршрут движения митинга. По проспекту Сахарова, от площади трех вокзалов до главной сцены. По прогнозам, мероприятие небольшое, всего несколько тысяч человек. Зато для правоохранительных органов очень ответственное. В связи с поступающей информацией о возможных провокациях при проведении этого мероприятия, что может привести к нарушению общественного порядка, Главное управление МВД России по Москве предупреждает организаторов и участников мероприятия о необходимости соблюдения закона. Столичная полиция будет жестко реагировать на правонарушения и предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и защиты граждан. На массовом мероприятии такую систему применяют впервые. Но сама технология далеко не новинка. Принцип работы такой же, как у системы распознавания по пропускам на проходных предприятиях, например. У старых версий была существенная проблема — скорость распознавания. В новом варианте все работает даже не как часы, а сродни человеческому мозгу. Технология не так давно сделана на основе нейронных сетей. За долю секунды распознать не одно лицо, а даже много лиц. Систему планируют внедрять и в других странах. В тот же день, что и у нас, 12 июня, подобные камеры начнут работать в тестовом режиме на территории нескольких аэропортов США. Технологии уже интересуются во Франции и Австралии. В том числе есть варианты, где пассажиров регистрируют не люди на стойках, а камеры. Юлия Шустрая, Вести. Юлия Шустрая, Вести.